Всем привет, с вами Муза Рукоделия и это мое новое видео, как сделать куклу Билли Алиш. Это будет ее образ из музыкального клипа, когда вечеринка закончилась. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и тогда вы первыми будете смотреть мои новые видео. Если ты тоже знаешь, что такая Билли Алиш, то ставь палец вверх, узнаем сколько нас таких. Для этого образа я купила вот такую куклу-подделку под Леди Баг. Кукла из дешевой серии, вот так выглядит коробочка со всех сторон. В моем последнем видео был подробный обзор на эту куклу, если вы его не смотрели, то ссылку ищите в описании. Также в прошлом видео я предложила вам угадать, кого именно я буду делать. И к моему огромному удивлению было очень много правильных ответов, что это будет именно Билли Алиш. Вы уже давно просите меня ее сделать и вот наконец ее время настало. А это первые комментарии с правильными ответами и по традиции я выделяю их отдельно. И вот наша кукла. Сегодня я не буду вас уже пугать ее прежним ужасным телом. Голову куклы я пересадила на новое шарнирное. И сейчас будем подготавливать ее куаку. У нашей куклы синие волосы. В принципе их можно оставить просто немножечко допрошить, если получится удалить краску. Кукла у меня дешевая. Не знаю, скорее всего краска не сотрется. Но я как всегда надеюсь на лучшие. И постараюсь стереть. Если не получится, тогда придется замачивать голову куклы в кислоте. И тогда естественно волосы нужно будет полностью удалить. Так, ну вроде бы что-то стирается. Сейчас я попробую полностью стереть. И вот такой результат от заводской краски. Не осталось и следа, чему я безумно рада. Как минимум на полдня уменьшила себе работы. Пришло время посмотреть на волосы. Прошивка, конечно же, будет редкая. Это уже понятно. Собираю волосы. Длина меня устраивает. Пробор на месте. Вот такие по бокам залысины. Но мы их закроем. Я буду использовать вот такой благородный цвет. Здесь колорирование. В принципе, я планировала прошить этим цветом полностью всю голову. Но раз у нас есть готовая база, почему бы на нее не наложить новый цвет. Для удобства я сняла голову. Тело пока уберу в сторону. Оно мне пока не понадобится. С помощью заколок распределила боковую часть волос на зоны. И сейчас буду закрывать вот эту лысину. Здесь нет дополнительных дырочек. Я их буду делать при помощи острого инструмента. Распускаю трессы. Ищу край. Отделяю небольшую прядку. Отрезаю ее с помощью ножниц у основания. Укладываю на палец. Поддеваю другим инструментом в виде козьей ножки. И вставляю прядку в отверстие. И вот новая прядка готова. Продолжаю закрывать эту сторону. И вот прошло несколько часов. Я полностью закрыла одну сторону. Волосы смотрятся красиво. Теперь они одно целое. Кстати, на кончиках они голубенькие. Но я их буду срезать, так как слишком длинные. Перехожу ко второй стороне. Закрываю вторую лысину. Ну вот, наконец, и вторую сторону я полностью закрыла. Теперь для того, чтобы наша прическа смотрелась гармонично, я добавлю прядок сверху. Дополнительные дырочки я уже делать не буду. Вставляю прядки в пробор. И буду располагать их с двух сторон. Вот я добавила один ряд. Это прядки только на одну сторону. И теперь такие же нужно сделать и на вторую. Готово. И вот, наконец, я полностью закончила прошивать голову нашей куклы. Обязательно нужно изнутри проклеить голову, чтобы закрепить все прядки. Основные волосы, которые были на кукле, тоже не мешало бы проклеить. У меня вот такой клей. Момент-кристалл. Чтобы волосы не торчали вверх, их нужно уложить. Для этого я иду ставить чайник. Надеваю голову куклы на тело и поливаю сверху кипящей водой. Укладываю куклу на полотенце, чтобы стекла лишняя водичка. И вот волосы уже немножечко подсохли. Расчесываю их по всей длине. В этом клипе у нашей героини волосы ниже лопаток. Я их срезаю и тем самым выравниваю оба цвета. Вот я уже заканчиваю вторую сторону. Несмотря на то, что волосы у нас разного качества, на ощупь они абсолютно одинаковые. Сверяю кончики с двух сторон. Так, ну, вроде бы все ровненько. И вот такая прическа у нас получилась на данном этапе. Но это еще не все. Волосы у Белия лишь срезаны каскадом. Чем мы сейчас и займемся. Переворачиваю куклу. Отделяю передние пряди. Хорошенечко их расчесываю. И начинаю срезать с середины к низу. Так же поступаю и с другой стороны. Готово. Сравниваю обе стороны. Они должны быть симметричны. Все хорошо. Теперь нужно по всей длине профилировать кончики. Для этого я беру ножницы. И вот таким образом срезаю край. Вот такой получился результат. Объем немного уменьшился. Теперь их нужно уложить. И это буду делать при помощи обычного лака для волос. Картоном накрываю лицо. И брызгаю сверху. Вот так теперь смотрится прическа. Я хочу затемнить корни. Так как обычно мелирование у корней не делается. Для этого я использую маркер. У меня Faber-Castell Mango. Просто рисую возле корней. А пока высыхает маркер, переходим к следующему этапу. Будем шить одежду. В клипе на Билли Айлиш белый костюм оверсайз. Футболка с заниженной линией плеч и брюки. Наша сегодняшняя героиня любит носить мешковатую одежду больших размеров. И выкройки у нас сегодня соответствующие. Футболка даже не уместилась на двойном листочке в клеточку. Отдельно футболка, отдельно брюки. Вырезаю все это. Шить костюм я буду из вот такого тоненького трикотажа. Все детали перевожу на изнаночную сторону ткани при помощи ручки. Футболку я обвожу один раз. Также отдельно нужно вынести горловину. Рукавчика у нас два. Их нужно обвести в зеркальном отражении. И брюки мы также переворачиваем и отзеркаливаем. Я вырезала все детальки. Начнем, пожалуй, с брюк. Футболку временно убираю. Соединяю между собой обе детальки. И закрываю передний центральный шов. Готово. Вот так это сейчас выглядит. Подворачиваю вверх. И низ каждую штанину отдельно. Вот так, низ вверх обработан. Переворачиваю на лицевую сторону. Соединяю задний шов и закрываю его. Готово. Разворачиваю брюки. И зашиваю штанины. И вот такой результат. Брючки отлично сели на куклу. Они классического кроя, не в обтяжку. Такими я себе их и представляла. Мне все нравится. Надеюсь, что вам тоже. А сейчас наша постоянная рубрика «Знакомимся ближе», в которой мы будем узнавать больше друг о друге. В прошлый раз мы с вами проводили поединок среди двух кей-поп групп. BTS против BLACKPINK. Мне тоже нужно проголосовать. И я выбираю BTS. Теперь я вижу ваши результаты. И большинство отдали свое предпочтение мальчикам BTS. Они набрали 55% общих голосов и победили. И раз уж победила именно эта группа, сегодня будем проводить поединок среди трех ее участников – Чимин, Тэхён или Чонгук. Жмите на подсказочку в правом верхнем углу и выбирайте одного из участников. А в следующий раз мы подведем итоги и узнаем, кто же из них победит. Переходим к футболке. В первую очередь пришиваем на место рукава. Готово. Рукава на месте. Теперь нужно обработать горловину. Вот что в результате должно получиться. Это лицевая сторона. Переворачиваю наизнанку и подворачиваю с двух сторон рукавчики. Вот так. Теперь переворачиваю заднюю часть на переднюю сторону и, начиная с рукавов, зашиваю бока. Готово. Подворачиваю низ. Низ обработан. Так как футболка у нас широкая, большого размера, я думаю, что я натяну ее и без застежки. Поэтому сегодня липучку пришивать я не буду, а просто зашью заднюю часть. Вот такой результат. Футболку на куклу я натянула без проблем. Мне все нравится и рукава, и длина футболки. Надеюсь, что вам тоже. Переходим к обуви. Ножка у куклы как у Барби. Я нашла в своих запасах вот такие высокие кроссовки. Мне кажется, что они прекрасно подойдут под наш образ. Вот так смотрятся в обуви обе ножки. Переходим к следующему этапу. Будем создавать аксессуары. В клипе набили Алиш необычные украшения. На шее длинные цепи, на руках несколько пар часов и массивные кольца. И начну я, пожалуй, с часов. Для них я буду использовать тонкий лист жести, от которого сейчас отрежу полоску. В качестве основы я буду использовать обычный цветной карандаш. Беру полосочку жести и обматываю вокруг карандаша. На двух руках у нас 5 пар часов, поэтому мне нужно сделать 5 обмоток. Готово. Лишнее срезаю. Вот что у меня получилось. Снимаю с карандаша и разрезаю 3 и 2. Снимаю у куклы кисти и надеваю браслеты. На правую руку 2 и на левую руку 3. Возвращаю кисти на место. Опускаю браслеты. Вот так они сейчас смотрятся. Теперь нужно сделать сверху маленькие циферблаты. Для этого я буду использовать обычный пробойник для люверсов. Устанавливаю подходящий размер. Дырочки буду делать в белом фоамиране. Складываю фоамиран в несколько раз. И пробиваю его. Получились вот такие маленькие кружочки. Приклеиваю их к браслетам с помощью суперклея. Приклеиваю в разных местах, как у Билли Алиш в клипе. Теперь с помощью вот такого металлического лака для ногтей я нарисую на циферблатах контур. И вот такие в результате у меня получились часики. Переходим к кольцам. Снова я беру металлический лист, но полосочку уже нужно отрезать как можно тоньше. На этот раз я буду делать обмотку вокруг ватной палочки. Каждое колечко я обматываю в несколько раз и срезаю лишнее. Вот я уже надела кольца. Прежде чем это сделать, нужно было разрезать пальчики, так как они были сросшиеся. С руками мы с вами закончили. Переходим к украшению на шею. Тут все будет гораздо проще. В отделе бижутерии я купила вот такую цепочку с большим соединительным колечком. Мне кажется, что нам она прекрасно подойдет. Теперь главное красиво обмотать ее вокруг шеи. И вот что в результате у меня получилось. На сегодня я, пожалуй, буду с вами прощаться. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Мне будет очень приятно. В следующий раз мы будем оживлять нашу куклу. Создадим для нее локацию, как в клипе. Поэтому не забудьте подписаться, чтобы не пропустить продолжение. А на сегодня пришло время прощаться. С вами была Муза Рукоделия. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok